Окей, ребят, привет! Хотела с вами поделиться своими последними новостями. Я уверена, что это будет супер информативно, но для вас, я не знаю, полезно, но тем не менее это будет интересно. С точки зрения сравнить, как... Что с тобой бывает, когда ты в России нарушаешь правила дорожного движения, что с тобой бывает, когда ты в Америке превышаешь, там, допустим, скорость, да? Я вожу уже много, давно. Но, там, как мне исполнилось, там, 18 лет, я так как бы и получила права. У меня муж настоял, чтобы я получала, там, без взяток. Мне пришлось много раз пересдавать, но не в этом вопрос. Короче, я вожу очень долго. Я водила в Россию много лет, потом приехала в Америку и тут вожу уже много лет. И за все то время, пока я ездила в Россию, у меня было несколько штрафов, конечно. Нет, никаких у меня штрафов не было. У меня было нарушений много, потому что я, как и все, слегка притапливала иногда, там, парковалась там где-то не так, но я никогда не влетала. Единственный раз, когда мне... Единственный раз, когда у меня была такая история, когда я вот могла получить штраф, мне его просто не дали. Почему, я не знаю, мне повезло. Было так, что я ехала с одной тренировки на вторую, я тогда играла с Квошей, очень много тренировалась. У меня с утра была игровая тренировка, потом у меня была там силовая, потом матчи, короче, куча всего было у меня связано с спортом. И я тогда ездила просто как сумасшедшая по всему городу. В общем, я ехала, и меня остановили. Я превысила достаточно много, там, может быть, километров... Ну, не знаю, может быть, 10, может, 15, может, я не знаю, сколько. Но там было достаточно безопасно. Это было лето, это было дневное время, ну, как бы, день. Короче, все было видно, никаких пешеходов не было. Там все гоняют, и я в том числе. Это вообще совершенно не важно, что все гоняют, я понимаю. Но, тем не менее, короче говоря, меня останавливает милиционер. И он мне говорит, что... Че спешишь? А у меня еще мама в машине. Вот это было самое стыдное. Я ему объясняю, что у меня здесь тренировка, я еду на другую тренировку. Что, короче, я очень сильно устала, я вообще раскаиваюсь. Да, действительно, я сделала плохо, но, блин. И жду, короче, я билета. А он мне не дает. Он говорит, ладно, не наручай, пожалуйста, больше, и можешь ехать дальше. Видимо, у него была какая-то симпатия к спортсменам, я так думаю. Мама была радостна, что мне не дали штрафа. И все, в общем, мы закончили. Здесь, в Америке, я превысила совсем на немножко. Тоже, как бы, здесь все превышают. И это условно, как бы, там, если на хайвее стоит дорога, где нету ни перекрестков, ни пешеходов, никого. Это просто прямая дорога куда-то очень быстро. Если там стоит, допустим, ехать 70, то 78 можно ехать 100%, и даже если тебя остановит, то тебе вообще ничего не скажет. Даже не остановят, как бы, они вообще на это не заморачиваются. Все едут, как бы, нарушают. Ну, не все, ладно, короче, большинство людей нарушают. И вообще, везде, в принципе, большинство людей нарушает скоростное. И здесь много нарушают. И по спиртному нарушают, и парковки нарушают. Просто когда ты влипаешь в это во все, это достаточно плачевно для тебя заканчивается. Моя история. Я ехала от одного класса детей до другого класса детей. У меня было, блин, типа, 10 минут. И мне надо было доехать. И я ехала, превышая, там, я не знаю, не очень много. Но, может быть, 7 миль, окей? Я ехала с горы, и я это понимала. Я притормаживала. И чувствую, что за мной вот кто-то едет. Ну, я прям спиной ощущаю, что за мной машина. Иногда ты даже не видишь, а прям чувствуешь это. Я поворачиваюсь, там какая-то черная машина. Я думаю, блин, как он прижимается вообще. Ну, как бы мне его там, чтобы скинуть, да? Я продолжаю ехать свою скорость. Он за мной едет километра 4. Много. И после этого он включает сирену, и меня, как бы, там, прижимает к обочине. Я думаю, прекрасно. У меня сзади сидят дети. Мы уже опоздали на класс, естественно, я это понимаю. Я уже понимаю, что у меня сейчас вылетит вообще огромная сумма на штраф. И я уже сижу такая, блин, да, я извиняюсь, мне очень стыдно. Я понимаю, давайте мне быстрее штраф, а я поеду. А он просит меня опустить окно, просит мне дать свои водительские права. К счастью, они у меня были. Потому что, как правило, я где-нибудь забываю. И, ну, они здесь мне за, я не знаю, 12 лет вождения прекратились вот первый раз вообще вот так на дороге. Обычно я использую как ID там в аэропорту, да? А здесь просто первый раз. И он мне говорит, ну, а у вас типа такое-то превышение, я не помню там конкретно. Но я сделаю вам чуть-чуть меньше превышение, тогда у вас будет штраф гораздо меньше. И меня спрашивают, вы первый раз нарушаете, вы первый раз получаете штраф? И это мой в реальности первый штраф за вождение. Но за парковку у меня один раз был штраф. Но это не, как бы не считается, это вообще другая статья. Парковочный штраф, это не имеет отношения к твоему вождению. И, допустим, за неправильную парковку тебе не будет превышать твои страховые выплаты. Я им говорю, да, это мой первый раз. И, блин, так вот получилось, и я очень жаль, и я вообще расстроилась, и все такое, сожалею. И тут моя дочка Нина, которую зовут. Она мне никогда не дает врать. И она мне там сзади кричит, мама, you're lying, ты врешь, у тебя уже были штрафы. Вот она как раз про этот Нью-Йоркский с парковкой. Помнишь, там в Нью-Йорке я сижу, и, понимаешь, передо мной здесь вот метод стоит с этой вот, пишет мне штрафы. На меня смотрят, я говорю, это за парковку было, это мой первый штраф. Посмотрите, в базе меня вообще там в помине нет. О, господи. В общем, он мне выписывает штраф, говорит, что я вам выписала меньше, чтобы у вас был штраф, короче, вы меньше были платить. Тоже первый раз, тра-та-та. И, говорит, если вы пройдете школу вождения еще раз, это называется Traffic School, то ваш этот рекорд, ваша вот эта запись не пойдет в учет страховой. Мы ее сохраним, как бы у нас данные, и отмоем, как бы, условно. Если вы пройдете эту школу, и нам пришлют сертифицированный сертификат, чтобы ее прошли успешно. На что я, конечно, сказала, да, я буду это делать. Он пометил, там, я должна заплатить за это еще экстра. И, собственно, да, на этом мы разошлись. Но, во-первых, штраф надо оплатить не сразу. Штраф можно оплатить в течение четырех месяцев. И за вот превышение, там, сколько он мне, плюс семь поставил, я должна была заплатить больше, чем 300 долларов, там, типа, 300, там, 13, скажем, да, примерно, плюс школу. Это существенные деньги для любого человека, потому что ты едешь чуть-чуть превысил, и тебе, блин, 300 баксов в минус. Ну, как бы, обидно. Вот. В чем моя сейчас задача? Моя задача была, первое, погасить штраф. Я сделала это онлайн. Это было достаточно легко сделать, на всех билетах написано как. То есть ты идешь по адресу, вводишь свой номер билетика, и тебе, типа, бабах, 313 долларов. Ты такая, плачешь, но тебе приходит имейл, что оплатили, и все. После чего ты идешь со своими, вот, с этими, со всеми номерами. Даже после того, как ты погасил штраф, тебе приходит мейл. Вот, да, не электронное письмо, а обычное письмо, где написана инструкция по прохождению школы, трафик школы. Ты идешь онлайн. Та-дам! Регистрируешься в этой трафик школы. На самом деле их просто огромное количество, и у тебя есть выбор. Ты можешь идти физически в школу, и там слушать все это, и смотреть видео на стене, и потом письменно задавать экзамен. Ты можешь это делать просто в стадии онлайна, сделать тест. И ты можешь сделать онлайн-школу. Я себе выбрала самый легкий вариант. Для меня онлайн-школа это самый вообще приемлемый вариант. Несмотря на то, что у меня немножко дороже, но как бы и плевать. Зато я в любое время могу сесть, получить и сделать. В этой онлайн-школе, внимание, 8 sections, то есть 8 глав. В каждой главе по... Ну, я третью сейчас прохожу. Было по 16 страниц текста, который тебе может начитываться. Если ты купишь еще дополнительную фичу, там, за 4 доллара, там, на весь курс, тебе будет просто его начитывать. Ты можешь параллельно что-то делать, сидеть, там, да, тебе начитывают. Потом ты отвечаешь на квест и, как бы, прошел. Все это на самом деле, что здесь у меня говорится, оно достаточно интересно, потому что у меня часто возникали вопросы, там, сколько можно, допустим, выпить вина, да. Вот теперь я знаю, сколько можно выпить. Или там, да скольки килограмм ребенка надо пристегивать на кресло. Там, допустим, сейчас я знаю, там сколько... Допустим, там был целый отдел, посвященный нагреванию машины. Потому что в Калифорнии, это был... Это вот этот конкретный трафик, школа калифорнийская. И вы знаете, что есть очень часто случаи такие, что ребенка забывают или оставляют на короткое время в машине, и он умирает. Это как бы какой бы ты умный ни был, но все равно бывает, что мозги отказывают у некоторых родителей. Ну, буквально недавно близнецов папа оставил, просто про них забыл. Думал, что он их отдал, и он их на самом деле не отдал, и они, короче, там в машине умерли. Оказывается, что за считанные минуты машина может нагреться на 150 градусов. 150 градусов это очень много. Например, 110 примерно, это почти 40 градусов. То есть 150, но это, блин, 50 градусов, больше 50 градусов по Цельсию. Я вот сейчас переведем. Транслейт 150 фаренген в Цельсию. 65 градусов по Цельсию, да, представляешь? И при этом, что снаружи как бы достаточно холодно, ну, относительно, не такая жара прям. А снаружи там может быть до 100 градусов, да, а машина разогревается мгновенно, да. Короче, страшная вещь. Я этого всего знала, но вот когда мне вот так вот все досконально рассказали, я считаю, что я не зря вообще потратила время свое. Собственно, после того, как я закончу тест в этой школе, так как у них есть вся моя информация, они отправляют в мой суд мои результаты, и меня снимают с учета страховой, да, и у меня информации у страховой не будет, что я нарушила, и поэтому страховая мне не повысит и ежемесячные растраты. Если бы я этого не сделала, то, возможно, моя страховая бы повесила на меня плюс там типа 30-40-50 долларов в месяц. Они могут это сделать легко, совершенно, они это делают. Страховая здесь вообще отдельная история, это просто, ну, зла на них нету, они варятся вообще страшно на все. Еще добавлю, что вдруг, я не знаю, кому это может пригодиться, но, тем не менее, если, допустим, у вас в год вы можете пройти два раза такую школу и отмыться от штрафа. Если вы уже больше нарушаете, да, то вам эта школа уже не поможет, ваши данные все равно отправятся в страховую и, да, повысит. А, еще здесь страховая интересно придумала, они достаточно прикольные. Если, допустим, вы хотите, что ваша страховая вам снизила цену ежемесячную, то вы можете поставить себе в машину чип и за это будет огромная скидка на все выплаты. Но этот чип будет фиксировать все ваши нарушения, и если вы будете плохо водить, то этот чип вас накажет. И, соответственно, может быть, вы скидку получите, но как бы вам еще больше, скорее всего, повысит. А еще есть такие фичи на машины, допустим, на коммершал какой-то, допустим, на автобусы, или какие-то развозные машины, траки. У них есть вообще программа фиксирует то, что, допустим, машина не может ехать там быстрее, чем эта скорость там, или дольше, чем вот столько часов за один раз. Достаточно интересно вообще. Короче, я прям полна информации теперь, знаю все. А, еще, ребят, из интересного про машины. Этим летом я мучилась, какую бы мне машину выбрать, потому что мне пришло время ее менять. И, вообще, все эти мучения свои, на самом деле, это записывала на камеру. То есть все тест-драйвы, которые я брала, рассуждения, и в итоге выбор машины, и мои первые покатухи. Я все это почему-то сняла, думала, что я буду все выкладывать. Но вот до последнего момента, вот до сегодня, я как-то не собиралась вообще это делать. А сейчас, раз у нас такая машинная тема, давайте я выложу видео следующее про мой выбор. И что я в итоге выбрала?